Игнатий Тихонович, нужен ваш совет по крещению. Я вчера общался с отцом Акимом, мне Вячеслав Семенов сбросил его номер. И вот я рассказал ему ситуацию, и он мне следующее посоветовал. Говорит, до лета далеко, а может быть, найти в Новосибирске здесь храм, где крестят полным погружением. И я его нашел, этот Троица Владимировский собор, где крестят только полным погружением. Все условия для крещения именно такие же, как вот вы предоставляли, и бесплатно. То есть нужен ваш совет. Но вы не торопитесь, подождите, вы еще ничего не знаете. У вас впереди только женитьба стоит. Вы из головы это все выкиньте. Игнатий Тихонович, да мне женить бы не нужна. Я от душества переживаю, а не о женихе. Да ладно тебе. Конюшенный жеребец, здоровый. Остановись на этом пока. Позанимайся с нами на молитве, побудешь, запиши все. А раз они крестят, в любое время пойдешь. Не торопитесь. У вас оглашение, первые христиане, они готовились от трех до пяти лет. Я вот вел занятия в университете. У нас это полностью соблюдалось. Я понял вас. Ну вот все. Вы просто к нашему сообществу прильните, и выйти через два часа идет дозвон, молитва. Сделайте все, чтобы у вас звонки были. А у меня, я понял, Игнатий Тихонович, я по возможности, конечно, я и участвую. А работаете где и кем? А есть служба, вернее есть фирма одна коммерческая, много мебели. Она на всю страну службу безопасности возглавляет. И в чем заключается эта работа? Ну там надзорная, надзорная функция. Ну что она означает надзорная? У вас оружие в руках есть? Нет, нет, слава богу, оружия у меня в руках нету. Это прежде всего и экономическая безопасность, ну то есть мониторинг предприятия, чтобы работало не было, чтобы никаких внешних угроз. Ну интересно какая. Здоровый мужик и какие-то там листики перебирать будет. А почему мне пойти на стройку? Игнатий Тихонович, ну понятно, что можно и пойти на стройку. Можно, конечно, но, как говорится, я уже на своем месте. А физически поработать мне есть где-то уже. Не торопитесь только. Летом. Вы бритву-то не выбросили? Посмотрите. Ну на что смотреть-то там? Начинается. Вы, когда будете там разговаривать, которые готовятся к крещению, то вы еще пока не трогайте их. Ходите в тот храм, молитесь, чтобы вас знали. Если идут у них занятия, сходите. Или, может быть, запишите, чтобы я увидел, что за занятия-то идут. Мне эта сторона жизни очень хорошо известна. Я вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, в всей воинской части края. И сами, и жене, каждую неделю я говорил четыре проповеди. Я знаю, Игнатий Тихонович, я смотрю ролики ваши регулярно. А вот, а вы их смотрите ролики, я вам сейчас вот скину материал какой. Вы прочитаете его? Ну, почему нет? Конечно, прочитаю. Сбрасывайте. Мне все интересно. Я не сказал сразу. У нас все записывается, разговор, беседа и выставляется в интернет. Вы не против? Игнатий Тихонович, конечно, не против. Ну, я каждый раз спрашиваю, потому что бывают люди, которые начинают после этого бузить. Кто-то что-то сказал, испугался там. Ну, не русский бывает там, мусульманин. Мы договаривались. Уберите, я никогда не убираю. Чего ради? Это мой материал. Ко мне человек постучался. Я имею полное право записывая, даже не спрашивая. Но я даю на то, чтобы никакие дырки не искать, куда пролезти дальше. Мы открыто говорим. Я ничего не скрываю. Вот какое дело. Мне это известно? Мне это известно? Хорошо, что известно. Ну, еще что у вас? Да, в принципе, вот и весь. Вот готовьтесь, не торопитесь. Не надо. Вы только-только начинаете оперяться, начинаете только еще. Еще слепорожденный вылупился. Ну да. Игнатий Тихонович, еще вот вопрос по своей матери хотел. Я ей, значит, тоже в свете этих событий задаю вопрос. Я говорю, а ты вообще крещеная? Она говорит, слушай, я точно не могу сказать, крещеная я или нет. Вот и готовь ее. Вот так вот. Каноны говорят так. Шестой Вселенский собор, там 64-е правило. Немало не сомневаюсь, если нет свидетелей, приготовься и крестись. Иначе ты будешь лишен Царства Небесного. Просто, а вывести вы ее не можете? Сколько лет ей? Семьдесят три. Я уже с ней обо всем договорился. Вот я ее первую-то и свожу в этот собор. Пусть походит, посидит, послушает занятия. Вы ее берите на занятия. У нас занятия идут почти каждый день. Молитвы через два часа. Вы пристройте, чтобы у нее стоял аппарат, чтобы звонок был. В таком возрасте надо очень хорошо думать, как мы пристанем перед Богом. Ну, хорошо, что вы не дремлете. Вы только, не надо это говорить, я там, проженить бы сколько. Это у вас главный вопрос, главный сигнал. Отбросьте это пока ради прославления Бога. Вы это все делаете. Чтобы быть крещеным, служить для Бога. А эту грязь-то собирать, зачем вам это все нужно? Я с вами согласен, Игорь Тихонович. Не в бровь, а в глаз, как говорится. Тоже самое. Спасибо вам за совет. Та же самая гнилушка, больше ничего нет. Спасибо вам за совет, Игорь Тихонович. У нас говорят, спаси Христос. Да, да, спаси Христос. Ладно. У вас своя машина-то есть? Да, ка я в ней сейчас и сижу. А, ну вот дальше будет видно. Не торопитесь только. Ходите на занятия, узнавайте. Вы ничего не знаете еще. У нас занятия идут. Ну, просто вы когда зайдете, я же скину вам данные-то все. Вы посмотрите, куда там обратиться. Конечно. Куда обратиться, подайте сигнал, и вас там поставят. Чтобы у вас звонок был. Скажите, со мной разговаривали несколько раз. Игнатий Тихонович, да меня уже, Вячеслав, меня уже внес в группу. Я уже в группе. Ну, хорошо. У меня уже все. Я уже в молебнах участвую. Хорошо, хорошо. Условия там какие? Правила вы должны были дать согласие соблюдать? Конечно, конечно. Да, я ознакомился. Я ознакомился в тот же день, когда мне сбросил, Вячеслав. А посты соблюдаете? Посты соблюдаете? Сегодня вот нельзя молочное, мясное. Конечно. Сегодня среда, среда, пятница. Ну, это ясно-то. У нас меняется только пища. Посты не настоящие. Настоящий пост, когда не пьют, не едят. Ну, да. Ну, вот так вот. То, что Бог открыл, держитесь пока. Сейчас у нас моление начинается. Четыре часа. Сейчас звонок будет. Да, да, Игнатий Тихонович. Ну, все. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Все, вы бритву выбросьте только. Выбросьте ее из дома. Бритву. Я уже и так не бреюсь. Нет, выбросьте, выбросьте. Это у вас заначка. Сатана вас притянет. Да, маленько подровнять. Начнешь лукавить, мухлевать. Выбросьте. Я очень прошу, Андрей. Будь храбрым. Твое имя храброе. Черт, ты такой, как заяц трусливый. Выбрось. Я понял вас, Игнатий Тихонович. Я понял. Лишний вес сбрасывайте. Иначе не доживете до врученных лет. Еще раз проверим. Давай. Рост какой ваш? 180. Вес? 90. Ну, вот, примерно 13 килограмм лишнего веса. Все, отошел. Начинаем моление. С Богом, Андрей. Начинаем моление. КОНЕЦ КОНЕЦ